ЧТЕНИЕ Вспомним также, что книга лучше понравилась, Дарственные надписи на добрую память хранят тепло и искренность их дарителей. Следы их рук, а напутствие и одобрение эхом отзываются спустя многие годы. Сегодня мы вспоминаем об этом с ностальгией, поскольку в нашу цифровую эпоху бумажная книга вытесняется электронной. Круг семейного чтения замещается просиживанием у экранов телевизоров или у мониторов компьютеров. Нелюбовь к чтению стала характерна для немалой части детей. Разумеется, все это вызывает тревогу и у педагогов, и у родителей, и у научного сообщества. Разделяя эту обеспокоенность, мы с вами будем тревожиться продуктивно, обозначив проблему, поищем пути решения. Вместе с Ириной Анатольевной Горячевой, разработчиком филологического блока образовательной системы «Русская классическая школа». Ирина Анатольевна, вы сами для себя как отвечаете на вопрос о причинах этого явления? Не любят читать, причем, по-моему, уже не только дети, но и взрослые. Но мы сейчас о детях. Конечно же, время, проведенное на экранах, это время, которое отнято от книги, несомненно. И меняется внутреннее отношение к воспринимаемой информации. Она готовая, с экрана льется. Компьютерные игры, они вытесняют такие какие-то тонкие возможности восприятия образного. Когда все опять готово и представлено на экране, и можно этим играть, манипулировать. Но прежде всего, проблемы лежат глубже с момента обучения грамоте. Когда ребенку дают слоговые таблицы, и ребенок не понимает, что такое «ба-бобы», «да-ду-ды». Это все не имеет смысла, это пустое звукоизвлечение. А когда к этому еще прибавляется требование скорости, вот этот дамокловничка, который завис над современным ребенком, то для него это чтение становится просто ненавистным. Следовательно, нужно сделать обучение чтению неспешным и, главное, осмысленным. И здесь такая закономерность кроется. Ребенок будет любить читать только в том случае, если он будет понимать. Об этом твердил Ушинский. Говорил, что мертвую букву она не даст никакой пульса. Ну, понятно. Вот для меня, как для ведущей, произнести перед эфиром там «птки-птка-птка-птко-пткы», «бтги-птга-птга-птга-птгоптгы», я понимаю, зачем я это делаю. Это, конечно, бессмыслица, но она имеет свою цель. Это завести артикуляционный аппарат. Если ребенку дать все то же самое или там на уровне бабу-бубы, то это неинтересно, потому что в этом нет никакого смысла. Нет никакого смысла, абсолютно. Согласна совершенно, кроме того, вот эта неспешность, что тебя не подгоняют, из тебя не выжимают то, чего ты не можешь дать. А какие еще есть направления? Мы не торопимся. И более того, мы начинаем с установления прямых звукобуквенных отношений. Вот есть один звук и одна буква. И на первых этапах у нас чтение побуквенное. Для дошкольника это вполне допустимо. В начальной школе, конечно, это уже нереально. Должны быть более повышенные требования, и ребенок уже должен читать целыми словами. А мы начинаем именно с побуквенного. Хоть оно считается нынче непродуктивным чтением. Но для детей это единственная возможная основа установить связи звукобуквенной в своем сознании. Следующий этап – это уже слоговое чтение, и потом цельнословное. И каждый раз, когда ребенок произносит слово целиком, у него в сознании возникает образ. Потому что чтение, которое соответствует речевому опыту ребенка, оно дает ему ясное представление о прочитанном. То есть у нас нет слогов. У нас сразу от побуквенного чтения постепенно к слоговому мы переходим к цельнословному чтению. Это дает целостное восприятие слова. И главное, что проводится после прочитанного беседы, активной беседы. Вот прочитано слово, и сразу идет активизация его внимания. Ребенок не любит читать, потому что у него не рождаются в сознании никакие образы. А слово, оно должно стать неким окном в мир познанию. Ну вот, например, предположим, азбука для шестилетних детей. Прочитано фары, фраг, шарф, фартук. И в методическом пособии даны комментарии. О чем можно поговорить, собственно, для того, чтобы включить воображение ребенка. Самое главное, чтобы ребенок вообразил. Он благодаря этому только начинает ощущать вкус чтения. А если у него пустота, если у него только звукоизвлечение, никакого вкуса к чтению у ребенка никогда не будет. И вот чтение, азбука прочитано. Где используются фары? На автомобилях, для освещения дороги. Слово «фара» произошло от названия «острого фарес». Это сразу раскрывает ребенку окно в мир. То есть в нашей программе на слове не замыкается, как просто на озвученной единице. А в нашей программе слово открывает путь к дальнейшему познанию. И поэтому желание прочитать азбуку, желание перелистнуть, посмотреть, что на следующей странице, нашим детям свойственно. Ирина Анатольевна, а все-таки слоговое чтение, я хочу для себя уяснить, звучало в вашем рассказе. То есть это некий этап, на котором вы не зацикливаетесь? Да. Вы просто органично его преодолеваете, проходите? Мы его плавно преодолеваем. Верно. Это как бы некий механический этап. Ну, например, слово «танцы». Ребенок смотрит, считывает «танцы» и проговаривает обязательно целиком слово «танцы». Это заявляется в современных программах, но, к сожалению, времени на это не хватает. И поэтому слоговое чтение, оно повсеместно. Это фиксируется в сознании. И это является потом препятствием к такому целостному восприятию слова. И смысла, и потом это является неким препятствием для правописания. Потому что слово нужно целиком на него взирать. Получилось? «Танцы». «УЛ», «И», «А», «И», «Ц», «А». Улица. Улица получилась. У, У, М, И, 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 И. Улица. И... 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 Что получилось? И... 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 И получились. Ирина Анатольевна, мы в прошлой программе говорили о формировании у детей, о развитии фонематического слуха. И я всегда считала, что это благо, которого современные дети лишаются. Но с удивлением узнала, что есть претензии теперь уже и к фонематическому слуху, что есть такие версии, что он потом мешает правильно писать. То есть если я слышу «молоко», так я и напишу «молоко». Ну, это какие-то последние веяния. Вот. И происходит это от некой недальновидности, конечно же, для того, чтобы ребенок писал грамотно, он должен хорошо слышать. Хорошо слышать и, следовательно, различия произношения и написания определять. Но в нашей азбуке, дошкольной, этих различий нет. У ребенка прекрасно слышат, он слушается свою речь, и он прочитывает то, что свойственно ему в азбуке и соответствует его речевому опыту. Если ребенок читает по слогам, то у него складывается ложный артикуляционный стереотип. И дети, которые научились «молоко», «корова», они никак не могут сказать «кровать». И у них постоянно вот эта зажатая область губ. И им потом найти те самые различия произношения с написанием очень сложно. Потом дети, которые читают по слогам, с трудом находят границу между морфемами. То есть это все влечет вот такие вот последствия. И развитие фономатического слуха сглаживает это все и позволяет делать это смысл. Но опять мы говорим о сохранных детях, у которых нет каких-то отклонений. И в то же время, если дети есть с логопедическими проблемами, сразу видно, кому нужно обратиться – к специалисту. Еще вот я с удовольствием вспоминаю, как мы ознакомили зрителей, и я сама ознакомилась, со старинной методикой обучения письмо, которую применяют в РКШ. Это письмо по графической сетке и с использованием перьевых ручек макалок. Это то, чем, видимо, я буду дома заниматься, когда вот надо будет как-то отдохнуть. Да, графотерапией заниматься. О, вот как это называется. Но это ведь уже в школе, да? Вы же малышам такого еще не даете или даете? Пёрышки мы малышам еще не даем. Они у нас работают сначала, ну вот, например, тетради для рисования по клеткам. Работают обычным карандашом в деревянном корпусе. И клетчики, как мы видим, постепенно уменьшаются. Здесь ребенок должен изобразить орнаменты. Так. А у детишек для шестилетнего возраста в тетрадчиках уже клетчики гораздо меньше. И в школу они придут спокойно, смогут ориентироваться самые маленькие клетчики 5 на 5 миллиметров. И также у нас есть тетради для каллиграфического рисования для пятилетнего возраста. Те же шарики, уточки. И вот эти картинки дети должны обвести карандашом. И здесь задача представить о пластических возможностях линии. Развить пластику руки. Эстетические возможности, художественные. Они потом, кстати говоря, используют эти тетради как раскраски. И если здесь вот такие более толстые линии, то шестилетки выполняют более изящные рисунки, повторяют. И они у нас выступают вот как раскраски в том числе. В шестилетнем возрасте детишки у нас еще обучаются письмом по графической сетке, но только строчные буквы изучаются. И пишут только карандашиком. Вот об этой методике мы говорили. И вот вы видите, зрительно чисто, что сеточка покрупнее, где-то на 25%. Вот эта возможность дает ребеночку представить в увеличенном виде вот эти буквы. А карандашик обычный или вот тот самый с тоненьким грифелем? Здесь уже тот самый с тоненьким грифелем. Когда приступаем к прописям, тонкий грифель дает возможность не тратить лишние усилия и регулировать силу нажима при письме. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще хочется мне вас попросить представить альбомы для раскрашивания. Альбомы для раскрашивания – это у нас отдельные занятия. В любое свободное время вы можете открыть. Они у нас есть двух разных вариантов альбомы. Такие вот полноцветные и просто представленные развороты для раскрашивания. Логика их отбора по порядку тем в первой книге для чтения после азбуки Ушинского. То есть мы детей заблаговременно готовим даже к способности классифицировать. Сначала даются учебные вещи, игрушки, мебель и посуда, одежда, животные, птицы, дикие, домашние. Очень интересная серия тоже альбома. Это профессии люди по занятиям своим, по возрастам. И, как вы видите, здесь вот они раскрашены художником карандашами. Не используются ни фломастеры, ни краски, а именно карандаши. Это требует больших усилий от ребёнка и развивает гораздо больше, нежели работа вот такими простыми инструментами для раскрашения, которые сразу оставляют след и не дают оттенков и смешения тонов. И мало того, авторы ведь поднялись до уровня ребёнка. Потому что если бы вы просто залили это типографским способом, то ребёнок бы чувствовал некую ущербность, может быть, своей работы, потому что он, используя карандаш, не может достичь этих цветов. А когда художник тоже вот явно сидел и вот так же старательно раскрашивал землю, будку, собачку, вот язычок, деревья, травку, воробушка, то и у малыша есть мотивация постараться сделать так же, а может даже и лучше. И, кстати, вот все, кто берут эти раскраски, они говорят, что эти рисунки очень добрые. Добрые, это правда. Они очень добрые. Я в который раз уже поделюсь совершенно искренним восторгом, который испытываю знакомость с системой РКШ. Стремятся не к скорости чтения, а к пониманию ребёнком читаемого текста. И к выразительному чтению. Вот это меня потрясло, я помню. Ну а разве мы-то, взрослые, хотели бы читать как-то иначе? Разве бы мы любили чтение, если бы от нас кто-то требовал количественных показателей взамен осмысления и добрых эмоций? Ну вряд ли. А ведь дети тоже люди. И об этом помнят в русской классической школе, знакомство с которой продолжится в эфире телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова